Де-факто на Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Жара влияет на внимание участников дорожного движения. В Гомеле пострадал мотоциклист, а в Мозорском районе насмерть избили водителя электросамоката. Придавило железобетонной плитой на стройплощадке. В Гомеле пострадал электрогазосварщик. Когда освод и МЧС работают в связке. В рейде по диким пляжам с представителями субъектов профилактики побывал Николай Скинтиян. Как обеспечивается безопасность на пляжах и каковы основные правила для отдыхающих? На вопросы ответит ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод» Сергей Костюченко. Оставайтесь на Беларусь 4. Начнем с обзора происшествий Гомельской области за неделю. Житель Лельческого района совершил разбойное нападение в день своего освобождения из СИЗО. 21-летний нарушитель решил найти наличных после того, как проиграл все деньги в игровом клубе. Он зашел в цветочный магазин и попросил собрать ему букет. Когда продавец отвернулась, клиент несколько раз ударил ее камнем по голове. После этого он закрыл пострадавшую в помещении с цветами, забрал из косы выручку и скрылся. Через несколько часов сотрудники департамента охраны задержали подозреваемого в игровом клубе. Кинологи Гомельской таможни обнаружили марихуану. Это произошло в пункте пропуска «Новая Гута». Служебная собака указала на возможное наличие наркотиков у 37-летнего мужчины. Он пешком направлялся в Украину. В его барсетке таможенники обнаружили сверток из белой бумаги с веществом растительного происхождения. Было установлено, что обнаруженное вещество является марихуаной. В Рогачевском районе инспекторы задержали троих браконьеров на озере Большое Камарино. О незаконной деятельности сообщили очевидцы. Во время рыбалки браконьеры выловили почти 300 особей рыбы с помощью шести сетей длиной более 300 метров. Двое из задержанных еще недавно отбывали срок за незаконное рыболовство, которым занимались во время нереста весной 2019 года. Свой улов браконьеры продавали местным жителям. В деревне Вороновка Кармянского района горел деревянный нежилой дом. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – природная стихия. Природа повлияла и на ряд происшествий в Рогачеве. Обошлось без пострадавших. Из-за сильного ветра порывами 15-18 метров в секунду со старого склада сорвало кровлю на площади 850 квадратных метров. В результате ее падения повреждены два жилых дома, припаркованы грузовики, легковая машина. По улице Якуба Колоса из-за сильного дождя произошло подтопление трехэтажного многоквартирного дома. Затоплены кладовые в подвальном помещении. Воду, которая поднялась на высоту в один метр, откачивали спасатели и коммунальники. В Ельске в минувшие выходные ребенок оказался в больнице из-за невнимательности родителей. На полуторагодовалом малыше загорелась одежда, из-за чего он получил ожоги 50% тела. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Установлено, что ожоги практически всей верхней части тела мальчик получил, когда хотел бросить игрушку в костер на территории дачного дома в присутствии матери, находящейся в декретном отпуске. На малыше воспламенилась одежда. Медики делают все, чтобы сохранить ребенку жизнь и здоровье. Очевидец выложил в YouTube видео короткого замыкания высоковольтной линии электропередачи. Вспышку с последующим горением спровоцировала ветка, которая упала на провода. Это произошло вдоль железной дороги неподалеку от 104-го микрорайона Гомеля. Очевидец снял произошедшее на мобильный телефон. Обошлось без серьезных последствий. Ветка упала на землю и короткое замыкание прекратилось. Распространение огня не произошло. В Гомель на улице Кристалловской пламя охватил автомобиль BMW 7-й серии. Хозяин 1983 года рождения, неработающий гражданин. В результате пожара был поврежден моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возгорания – поджог. В одном километре от Хойников сотрудники милиции уничтожили плантацию конопли. Дурман-трава занимала площадь в 2 гектара. С помощью сельхозтехники все посевы были скошены, а потом измельчены. По оценкам правоохранителей, им удалось уничтожить 4 тонны наркозелья. Автомобиль службы такси наехал на мужчину, который управлял электросамокатом. Трагедия произошла в деревне Норовчизны Мозорского района. Хозяин электротехники и 50-летний местный житель от полученных травм погиб на месте. Разыскиваются очевидцы происшествия. Возбуждено уголовное дело. А в Гомеле мотоциклист подровнял бампер Митсубиши. Байкер не учил дистанцию до автомобиля и совершил столкновение. К счастью, остался жив. 43-летний мужчина управлял мотоциклом Хонда на улице Ефремова. От удара у авто отвалился бампер, а мотоциклист получил травму спины и был госпитализирован. Наезд на ребенка произошел в деревне Кравцовка Гомельского района. Около 7 вечера, двигаясь на автомобиле ВАСа по улице Победы, 32-летний водитель не успел среагировать на внезапно оказавшегося на дороге ребенка. Он выбежал из-за автобуса, отъезжающего от остановки. Ребенок госпитализирован. ДТП с грузовиком и легковушкой произошло в Рогачевском районе. В деревне Лучин, 34-летний водитель, управляя Ауди, на перекрестке при совершении обгона автомобиля МАС, который собирался поворачивать налево, столкнулся с грузовой машиной. Водитель легковушки госпитализирован. С 26 по 28 июня ГАИ проводит массированную отработку автодорог Брагин-Гомель и Мозырь-Лельчицы-Милошевичи. Цель пресечения нарушений с целью повышения безопасности дорожного движения. Рейдовые мероприятия начались в пятницу и продлятся до понедельника. В работе сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением участниками дорожного движения требований ПДД. В областном центре железобетонной плитой придавило рабочего. На стройплощадке, расположенной на улице Ломоносова, пострадал газоэлектросварщик. 23-летнего работника 27-го строительно-монтажного треста еще до приезда МЧС из-под плиты высвободили коллеги. Ее подняли при помощи башенного крана. Сотрудники МЧС положили пострадавшего на жесткие носилки и передали работникам скорой медицинской помощи. Понадобилась госпитализация. Проверкой инцидента занимаются специалисты Департамента государственной инспекции труда. А на гомельском предприятии «Коммунальник» случилось ЧП. 56-летнему рабочему оторвало часть руки. Мужчина госпитализирован в гомельскую областную клиническую больницу с диагнозом «перелом предплечья» и неполная ампутация правой кисти. Предварительно установлено, что рукав спецодежды рабочего намотала на вращающийся элемент токарного станка. Проводится проверка. В гомеле фонтан воды из-под земли взорвал тротуарную плитку. Разбито несколько автомобилей. МЧП случилось на улице Спартака. За дворцом спорта под давлением в воздух взлетели грунт и плитка. В результате повреждены несколько стоявших неподалеку автомобилей. Подробности инцидента выясняются. Напомним, в июне гомельские теплосети проводят плановые гидравлические испытания магистральных систем. А на улице Головацкого, в районе дома номер 127, посреди газона обрушилась земля, образовав большую воронку. Грунт оседал на глазах у прохожих, которые запечатлели весь процесс на видео. Подробности выясняются. Уборочная кампания «Горячая пора» не только для работников сельскохозяйственного комплекса, но и для спасателей. В целях профилактики предупреждения пожаров в период заготовки кормов и начала уборки зерновых культур работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям проводятся мониторинги мест переработки и хранения урожая. Его утраты нельзя допустить. Спасатели проводят рейдовые мероприятия на предмет готовности объектов и техники к проведению работ на полях. В одной из таких поездок побывали наши корреспонденты. Все ближе начало уборочной кампании. В это время увеличивается вероятность возникновения пожаров в местах работы сельхозтехники и, соответственно, возрастает внимание спасателей. В поле зрения инспекторов наличие в машинах исправных первичных средств пожаротушения. В задачах проверка правил пожарной безопасности и алгоритм действий в случае возникновения пожара. Обнаруживаю в бюро огнетушитель, не получается потушить возгорание. Сообщаю в службу спасения инженеру и покидаю место. Спасатели проверяют не только технику, но и посещают сельскохозяйственные объекты, где осматривают укомплектованность первичными средствами пожаротушения, мест складирования грубых кормов и сушильных комплексов. Особое внимание при этом уделяется соблюдению противопожарного режима, потому что, как правило, именно нарушение режимных мероприятий приводит к ЧП с большим ущербом. А возникают они вследствие неосторожности при курении, некачественного обслуживания рабочей техники, проведение огневых работ вблизи мест хранения кормов и урожая. Все причины возгораний уже давно известны специалистам. Меняются только обстоятельства. В период заготовки грубых кормов увеличится количество возгораний сельскохозяйственной техники. Происходит это, как правило, по причинам неисправности электрооборудования, топливной системы, а также отсутствие искорогасителей на выхлопных трубах сельскохозяйственной техники. Также имеют случаи возгорания грубых кормов в местах их хранения по причине нарушения правил закладки. Комбайнерам, водителям грузовых машин, работникам зерносушильных комплексов еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. Рассказывали об ответственности за нарушение законодательства в области пожарной безопасности. К слову, сельские труженики сами не против проведения подобных мероприятий. В неполном объеме, в связи с тем, что не хватает денежных средств. Вот это больной вопрос. Естественно, у нас прорабатываются вопросы. Вот в данный момент парадки закупки 100 огнетушителей. Именно восьмерок высоко, большие объемы. Объемистые огнетушители и парадка 100 штук просматриваются вопросы о закупке. Спасатели перед своим отъездом для проверки соседнего сельхозпредприятия пожелали удачной и плодотворной работы и посоветовали работникам не забывать о выполнении рекомендаций. Мониторинг продолжается. Купальный сезон – нелегкая пора для сотрудников освода и МЧС, которые борются за безопасность у воды. Общими усилиями они контролируют не только охраняемые места отдыха, но и регулярно устраивают рейды по диким пляжам. О серьезной совместной работе по предотвращению несчастных случаев на воде в репортаже нашего корреспондента Николая Скинтияна. Летний сезон диктует свои правила. Зной и палящее солнце словно подают сигнал. Самое время свяжется в реке или озере. Но безответственное отношение к сохранности своей жизни и здоровье часто приводит к трагедии. Вместо специально отведенных мест люди выбирают для отдыха дикие пляжи. Сегодня отчасти это обусловлено пандемией. Так проявляется желание дистанцироваться. Водоемы на таких участках непригодны для купания по многим причинам. Это и опасная глубина, и ямы, которыми испещрено дно, а также отсутствие спасателей поблизости. Несоблюдение элементарных правил поведения на пляже повышает риск попадания в чрезвычайную ситуацию. Поэтому профилактика несчастных случаев на воде – важный аспект деятельности, асфода и МЧС. Эти структуры регулярно практикуют совместные рейды, чтобы проверить все скрытые и труднодоступные пляжи. Прежде всего хочу напомнить, что купание разрешено в специально для этого отведенных местах, где дежурят спасатели, которые могут оказать помощь. А что, искупаться? Можно. Ну, не нужно. Значит, здесь нельзя купаться? Можно, но не нужно. Часто трагедии на воде происходят с нетрезвыми гражданами. Градус в крови плюс градусы на улице пагубно сказываются на состоянии организма. Человек теряет контроль и легко становится жертвой водной стихии. Задача специалистов – убедить человека вести себя внимательно и осторожно. Люди любят пойти в неустановленное место для купания, поставить мангал, распить немножко спиртных напитков и нарушая пойти в воду покупаться. В неустановленных местах неизвестно и дно, какое оно там резкое, пологое, или там может быть корч, коряга, какой-то металл, металлический предмет или еще что-то. Можно получить и травму, и произойти может быть несчастный случай. Еще одна группа риска – дети и подростки, которые просто не осознают весь риск купания в неустановленном месте. Однако опыт показывает – беспечность детей часто сочетается с халатностью их родителей. Когда в семье не считают нужным говорить о соблюдении мер безопасности на воде, восполнять пробел в знаниях приходится сотрудникам МЧС. Здравствуйте, это Гомельское областное управление МЧС, беспокоит вас. Вот мы в Рейде находимся на водоемах и обнаружили то, что ваши дети купаются в неустановленном для этого месте. Вы не переживаете за это? Я знаю, где они купаются. Вы знаете, да? Но они же купаются не на пляже специально оборудованном для этого, где дежурят спасатели, которые вы сейчас не можете уделить внимания, но, по крайней мере, спасатели, а свод, которые дежурят на специально оборудованных пляжах, наблюдают за детками, не позволяют заплывать далеко. А вы же сами понимаете, что такое дети. И даже если дети отдыхают вместе с родителями, не всегда они в безопасности. Как известно, малыши должны быть на виду, буквально на расстоянии вытянутой руки. Использование надувных жилетов и нарукавников поможет максимально обезопасить ребенка. К сожалению, не всегда родители уделяют внимание таким вещам. Важно достучаться до них и донести ключевую мысль – безопасность превыше всего. Много людей тонет. Я вот слышал статистику, буквально недавно начала жара вдруг, а уже много людей утонуло. Вот, поэтому соблюдать прежде всего, я считаю. На вооружении специалистов не только информационные брошюры. Установить мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом» – одна из главных рекомендаций во время рейда. Программа включает множество функций, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций, информировать граждан, просвещать их, необходимость для сотрудников МЧС. Спасатели в очередной раз напомнили взрослым о правилах безопасного поведения на воде, о том, что купаться необходимо только в специально разрешенных местах, и о недопущении купания в состоянии алкогольного опьянения. Родителям напомнили о правильном и безопасном поведении их детьми на пляжах. Итоги рейда в очередной раз доказали актуальность и необходимость информационно-разъяснительной работы с населением. Спасатели уверены – знание спасает жизни. Николай Скинтиян, Игорь Морищенко. Специально для программы «Дефакто». Жаркие дни сегодня не только для тех, кто на суше, но и на воде. Ежедневно спасатели освода мониторят обстановку на водоемах и несут ответственность за безопасность отдыхающих. Хотя ответственность эту нужно как минимум делить пополам между любителями пляжного отдыха и матросами-спасателями. Ведущий специалист Гомельской областной организации «Освод» Сергей Костюченко расскажет, согласен ли он с этим мнением и объяснит, почему несоблюдение правил отдыха у воды сродни игнорированию требований ПДД. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Васильевич, понятно, что главная задача Гомельской областной организации «Освод» – это обеспечение безопасности на водоемах и местах отдыха людей. Справляется ли «Освод» с этой задачей? 40 подразделений структурных осводов в летний период выполняют задачи по охране жизни людей на водах. В этом году, как и за многие предыдущие годы, в районах действия спасательных станций и зонах спасания спасательных постов утоплений не произошло. Это и подтверждает мысль о том, что отдых на пляже безопаснее, если правильно отдыхать. Спасено было 15 человек в этом году, из них 5 несовершеннолетних. Предупреждено около 700 несчастных случаев. В 8 районах области не было утоплений. И людей все равно на пляжах и в местах других, где отдыхают люди, все равно очень много в теплую, жаркую погоду. Поэтому нужно работать с полным напряжением сил. Согласны ли вы с тем, что ответственность за безопасный отдых, конечно, в большей степени лежит на самих отдыхающих? Если правильно организован отдых, если отдыхающие выполняют все правила, которые предписаны, если они отдыхают в месте, которое предназначено для отдыха, то там они могут получить соответствующую помощь в случае возникновения любой нештатной ситуации. Поэтому отдыхать нужно только в этом месте. Ну и желательно не одному, потому что там человек вообще один отдыхает. Поэтому будь это отдых на пляже, купание или же рыбалка, то некому будет помощь оказать. Ну всегда найдутся те, кто скажет, я буду отдыхать так, как я хочу. Что в большей степени не соблюдают граждане, какие правила нарушают при нахождении на пляжах? Ну я бы сказал так, что многие, во-первых, хотят показать свою физическую силу, свою мощь, свою самостоятельность. Пытаются показать своим друзьям о том, что они могут переплыть водоем, сделать дальний заплыв. При этом не соизмеряют эти свои цели со своими возможностями. Подают ложные сигналы бедствия, чем отвлекают спасателей от выполнения своих задач. Ныряют в неположенных местах, с лодок, причалов, но с тех мест, которые не предназначены для отдыха. Допускают, это даже взрослые порой, детские шалости, пытаются нырять и производить захват купающихся людей. Все это может привести к несчастному случаю. В общем, баловство недопустимо. Безусловно. Я знаю, что работники Гомельской областной организации АСВОТ, а также работники МЧС, но и другие субъекты профилактики уделяют пристальное внимание безопасности на пляжах подростков и детей. О чем обычно вы рассказываете, что просите у подростков, какие правила они должны неукоснительно соблюдать? Ну, во-первых, должны подростки до 14 лет, по крайней мере, находиться на водоеме со взрослыми, которые их сопровождают, чтобы они не были одни на этом водоеме. Во-вторых, мы объясняем, что прежде всего нужно отдыхать в местах, предназначенных для отдыха. Правильно себя вести в соответствующем, соблюдать правила купания. Ну и не допускать нарушений во время купания и отдыха у водоемов. На что еще нацелено внимание субъектов профилактики, когда мониторятся пляжи и зоны у водоемов? Ну, если, допустим, работают субъекты профилактики на пляжах, то внимание особо обращается на соблюдение общественного порядка и соблюдение правил поведения на воде и правил купания. Если же мониторинг проводится в других местах, где отдыхают люди, то обращается внимание на такие нарушения, как купание в запрещенных местах, такие места обозначенные есть, значит, распитие спиртных напитков, оставление без присмотра взрослых несовершеннолетних. И по данным случаям принимаются меры. У нас проводятся рейдовые мероприятия, в этом году уже проведено их более тысячи, из них половина совместных с различными субъектами профилактики, сотрудники МЧС, МВД, органы власти, государственные инспекции по маломерным судам, также принимают участие и другие учреждения, образования, комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники погранкомитета и многие другие. Известно, что вода – это единственная стихия, которую никто никогда не победил. Огонь можно ликвидировать, ветер стихнет, а вода – это вода. Что можно говорить о безопасности отдыхающих и какой будет ваш совет людям, которые собираются это лето провести на пляже? – Я бы посоветовал, прежде чем ехать отдыхать на пляж, прежде всего продумать, будет ли этот отдых безопасен. А прежде всего это зависит от выбора того места, насколько оно безопасно и оно принято для отдыха человека. – Ну, это охраняемые пляжи, где есть посты спасателей, где есть лодки, где есть пыльки и ограничена территория купальни для детей. – Возможно, что это будет и не пляж, допустим, если люди приехали на рыбалку с друзьями, с семьей. Но все равно нужно продумать, чтобы это место было безопасное, без обрывов, без круч, других мест, чтобы было это и удобно, и красиво, и приятно отдыхать, и в то же время было безопасно. Поэтому эти места нужно выбирать. Потом, когда человек попадает в сложную, нештатную ситуацию, уже, возможно, поздно будет думать о безопасности. Поэтому эти вопросы нужно при подготовке к отдыху тщательно продумать и взять с собой спасательные средства, необходимые и для себя, и для своих детей. – Ну что ж, Сергей Васильевич, я благодарю вас за конструктивный и содержательный разговор. – Спасибо. – Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Не переключайтесь, вас ждет обзор мировых происшествий, которые попали в объектив камер мобильных телефонов и систем наружного наблюдения. Разбить автомобиль в день покупки. Так произошло с героем этого видеоролика. То ли от радости, то ли от волнения мужчина нажал на газ вместо педали тормоза. Вот и вышло то, что вы видите. Новенькая Kia Carnival врезалась в бетонный забор. Владелец едва выехал из салона и сразу ДТП. В общем, печалью наполнилось не только сердце новоиспеченного водителя, но и его близких. А потом кто-то из них сказал, мы должны радоваться, что не узнали горе, ведь эта потеря абсолютно незначительная. Хорошо, что все живы и никто не погиб. Во Флориде США покупатель отказался надеть защитную маску в магазине и вступил в противостояние с секьюрити. Неизвестно, какие мотивы руководили мужчины, но такой обязательной мере предосторожности от заражения вирусом он не желал следовать. Шел на охранника танком, несколько раз его толкнул, один раз поскользнулся на плитке и даже упал. Но средства индивидуальной защиты так и не надел. Пришлось вызвать подкрепление. С виду интеллигентного мужчину пришлось выпроводить при помощи силы. А в Новосибирске в западне оказался ребенок. Мальчик просунул голову в решетку металлических ворот и застрял. Как только он это сделал, подвижная секция ворот сдвинулась и защемила голову подростка. На помощь бросились друзья, а затем к операции спасения подключились все случайные прохожие. Общими усилиями им удалось сдвинуть заклинившую створку. Кто-то из очевидцев проявил смекалку, отыскав доску. Ее воспользовались как рычагом и отодвинули ворота. Примечательно, что мальчик не получил серьезных травм. Все закончилось очень благополучно. И напоследок видео с происшествием, которое не укладывается в голове. Посмотрите на эту машину, из-под которой сыплются искры. Думаете, поломка? Нет. Просто мотоцикл, который от удара сцепился с передней частью автомобиля. Самое невероятное, что водитель при этом продолжил движение и толкал мотоцикл по ожиренной трассе на приличной скорости. Согласитесь, все это смотрится как кадры из боевика. Очевидцы происшествия не скрывали шока. Искрыл водитель несколько миль. И закончилось это действие еще одним ДТП. Мотоцикл отцепился, а нарушитель врезался в дерево. И это вся информация выпуска. Будьте в курсе происшествия Гомельской области вместе с Т-факто. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин